Признаки того, что человек прошел через ад. Они всегда первыми предлагают помощь, но последними о ней просят. Очень верно, однажды я слышал, как кто-то сказал, что многие люди пытаются быть теми, кого им больше всего не хватает, и это застряло у меня в памяти. Сверхбдительность. Недостаток доверия к большинству людей, часто игнорируют попытки сблизиться с ним, но вероятно это результат предательства, которому человек подвергался всю жизнь, возможно еще с самого детства. Для меня все наоборот, я думаю, что я слишком доверчива, потому что хочу иметь надежду, что не все меня бросят. Непропорциональные реакции. Их реакции на большинство вещей нормальные или даже сдержанные, но иногда они бурно реагируют на что-то незначительное. Ключевой признак травмы. Дело не в том, что вы не адаптируетесь к травмирующим обстоятельствам. Дело в том, что ваш мозг изо всех сил пытается избавиться от адаптации после того, как предполагаемая угроза исчезает. Мозги созданы не для того, чтобы делать вас счастливыми, они созданы для того, чтобы помочь вам выжить любой ценой. Первое, что пришло мне в голову, так это бурные реакции и принятие вещей на свой счет. Частые предположения, что кто-то имеет злые намерения. Люди, которые благодарны за малейшую доброту или жест. Не я, спрашивающая своего преподавателя, могу ли я поплакать после того, как он сказал, что я отлично справилась с оценкой и стану отличной медсестрой. Или я, плачущая, потому что одна из моих пациенток в отделении интенсивной терапии так сильно беспокоилась о моем благополучии, что написала записку, придя в сознание, спрашивая, все ли со мной в порядке. И чтобы сказать мне, что я буду потрясающей медсестрой. Типа, вы все так добры к моей внутренней маленькой мне? Я не думаю, что они понимают, какое сильное влияние они на меня оказали. Я работаю с родителями и детьми, которые пережили, а некоторые регулярно переживают до сих пор травму. Я заметил одну вещь. Во время серьезного немедленного стресса, например, когда рядом находится активный стрелок, они переходят в абсолютно спокойное, рациональное состояние. Кажется, их мозги приучены чувствовать себя более комфортно в хаосе. Они также, кажется, создают хаос, часто драму, когда все начинает идти слишком гладко. Многие люди считают это самосаботажем, но если вы привыкли жить в хаосе, спокойствие может показаться действительно незнакомым и откровенно пугающим. Это был своего рода удар под дых. Я бы хотел добавить, что это не всегда ты сам создаешь хаос. Иногда ты достигаешь всего, что тебе было нужно, и, наконец, выбрался из плохой ситуации, и тебе больше не с чем бороться. И ты просто не знаешь, что тебе теперь делать и чем заняться, потому что быть в комфорте настолько чуждо, что это кажется некомфортным. Постоянно извиняются за что-то, особенно если вы не сделали ничего плохого. Люди, которые очень добрые по отношению к другим, но не по отношению к себе. То, как они себя ведут, как некая усталость в их глазах или привычка сохранять дистанцию в разговорах. Это едва заметно, но обычно есть глубина переживаний или эмоциональный вес, который можно почувствовать в их поведении, или в том, как они говорят и смотрят на вас. Когда они не любят фотографироваться и не любят, когда и снимают другие люди. Раньше я очень не любила фотографироваться, пока однажды не поняла, что люди хотят меня запомнить. Типа, это не для меня. Они делают это для себя. Я не считаю, что это обязательно, но я никогда не откажу, если это делает кто-то, кого я люблю и кто мне дорог. Однажды моя подруга показала мне альбом, который она делала. Она купила для этого новенькую камеру Polaroid, и он был заполнен случайными фотографиями того, что мы делали вместе, с небольшим описанием того, что происходило в момент съемки. Это действительно дало мне совершенно другой взгляд на фотографии меня самой. Даже если мне может не нравиться, как я выгляжу на любых фотографиях, сделанных мной, людям может нравиться, как я выгляжу со стороны. Им это нравится. Они сделали эту фотографию не просто так, а потому что они хотели запомнить этот конкретный момент. Это, честно говоря, так прекрасно, и теперь мне нравится, когда люди хотят сфотографировать меня. Одна маленькая вещь, которую я замечаю, это то, как люди управляются со своим личным пространством. Это может показаться странным, но тот, кто прошел через многое, часто имеет определенный способ расставлять свои вещи или как он реагирует на то, что находится рядом с другими. Например, слегка осторожный или скурпулезный подход к организации личных вещей или привычка оставаться тихонько на заднем плане могут быть тонкими намеками, как будто эти мелкие детали являются частью их механизма преодоления или отражения их опыта. Это мягкое напоминание о том, что мы все несем свои истории с собой способами, которые не всегда сразу очевидны. Способность читать комнату Людям с травматическими воспоминаниями часто приходилось быть на чеку, замечая небольшие предупреждающие знаки, указывающие на надвигающуюся опасность. Этот навык выживания может стать отточенным и просто частью того, кем они являются. Но в более мелких случаях это может сработать и против вас. Когда я впервые встретилась с отцом своего ребенка, при любом признаке изменения его настроения, я сразу же спрашивала, расстроен он или зол. В конце концов, он очень устал от моих постоянных вопросов и поднял этот вопрос. Поэтому мне пришлось объяснить ему, что когда я была в абьюзивных отношениях, я должна была замечать любые небольшие изменения в настроении как можно быстрее, чтобы я могла попытаться исправить ситуацию до того, как произойдет большой взрыв. Но если бы он не нашел времени, чтобы выразить свое раздражение от моих постоянных вопросов и просто порвал бы со мной, это было бы отстойно, лол. Либо очень добрые, либо очень злые люди. Если вы поворачиваете ручку двери перед тем, как закрыть ее, чтобы избежать звука защелки. Если вы, как и я, ростом 6 футов 3 дюйма и ходите как ниндзя, отрезаете ли вы верхней части у пакетов с чипсами, чтобы они не шуршали, когда вы достаете их. Ваши родители, скорее всего, были нарциссами и вы сделали все возможное, чтобы остаться незамеченным. И эти привычки продолжаются в вашей жизни. Они умеют читать людей, они прокручивают бесчисленные сценарии и предсказывают реакции и поведение людей. В конечном итоге они не злятся и не разочаровываются из-за других, потому что они это уже предвидели в своей голове. Иногда, если что-то действительно ранит, они могут чувствовать небольшую усталость или даже облегчение. По большей части они эмоционально закрыты, но время от времени они думают, может быть, этот человек докажет, что я не прав. Невозможно описать кому-то, что должно быть заработано через жизненный опыт. Я могу чувствовать, как люди двигаются, думают и чувствуют с юных лет. Не потому, что я проецирую на них свои желания, как это обычно делают некоторые утверждающие, что они сопереживают. На самом деле это мера их агрессии, их обиды и их злобы. Вы можете почувствовать сарказм и рычание в их голосе, и вы почти можете прикоснуться к всепроникающему чувству презрения, которые они излучают. Вы узнаете это или будете сильно страдать. Всегда есть последствия. Эти люди заражают ткань своей социальной среды. Они деформируют и контролируют то, как люди говорят и чувствуют, и часто интегрируют больше себе подобных в позиции уважения. Задавать им вопросы становится табу, а конфронтация встречает немедленный гнев и навязчивую потребность социально очистить свое окружение от беспокоенных людей. Это культ, и это очень быстро подкрадывается к сообществу. Это одна из самых тревожных вещей, которые вы можете узнать в наши дни. Посмотрите в их глаза. У моих друзей, которые прошли через ад, всегда другой взгляд в их глазах. Не взгляд, полный любопытства, интереса или волнения, как у ребенка. Они скорее излучают взгляд поражения, истощения и усталости. Первое. Непропорциональные реакции. Их реакции на большинство вещей нормальные или даже сдержанные, но иногда они бурно реагируют на что-то незначительное. Ключевой признак травмы. Второе. Когда вы видите, как кто-то сталкивается с чем-то крайне эмоционально разрушительным или физически болезненным, а он ведет себя так, будто даже не замечает этого, будто ничего не изменилось. Когда вы видите это, просто знайте, что они видели худшее и ничто не сможет их коснуться. Третье. Зрелость, с которой они справляются с неожиданными событиями. Когда случается дерьмо, они знают, что делать. Четвертое. Недоверие к людям. Вы можете быть друзьями в течение многих лет и думать, что вы близки, но на самом деле вы не имеете ни малейшего представления о том, что происходит в их жизни. Они могут не спать всю ночь, быть в депрессии, а завтра утром поздороваться с улыбкой на лице. Они просто больше не доверяют людям, независимо от того, что те делают или не делают. Пятое. У них есть совет, хороший совет для людей, которые только переживают какую-либо травму или о том, как справиться со странной и дурацкой ситуацией. Шестое. Очень независимые, потому что научились ни на кого не полагаться. Седьмое. Когда их ничто не шокирует. Восьмое. Подготовка. Большинство людей, которые сталкивались с ужасными ситуациями, теперь готовятся к худшему. Девятое. Честно. Эмпатия и понимание. У многих от природы обостренное чувство эмпатии, но часто люди, которые действительно заботятся о других, показывают мне, что они сами в какой-то момент в этом действительно нуждались. Десятое. Люди, которые пережили некоторое дерьмо, читают эти ответы и впервые осознают, какими они подарками обладали все это время. Лол. А на этом все. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также, если не сложно, оставляйте комментарий более чем из 10 слов. Это очень поможет продвижению данного ролика в рекомендации. А также напоминаю про наш Бусти. Там вы найдете дополнительный контент без цензуры, на более чем 6 часов беспрерывного просмотра. Поэтому обязательно переходите по ссылке в описании или в закрепленном комментарии и оформляйте подписку. На этом все. Всем пока.